Здарова, ребятки! Давно не виделись. И сегодня у меня для вас припасено такое некое рекомендательное видео. Дело в том, что все мы, я в том числе за свою жизнь, посмотрели немало фильмов, послушали много музыки, поиграли в огромную тучу игр и прочитали очень много книг. Хотя, если честно, насчет книг я сомневаюсь в наше время, но все же. Короче, сегодня я хочу поделиться с вами некоторыми вещами, которые мне понравились, затронули меня заживое, так сказать. И хочу вам порекомендовать это. Если честно, я даже не знаю, как назвать эту рубрику. Матвич рекомендует или там книга недели. Я не знаю. Напишите в комментариях, если вам несложно, свои варианты. Итак, книга недели по версии Матвича сегодня становится антиутопия Стивена Кинга под названием «Долгая прогулка» или «Просто прогулка». Переводы могут быть немножко разные, но суть одна – прогулка. Вообще, я очень люблю творчество Стивена Кинга, и не было еще ни одной книги за его авторством, которая мне бы не понравилась. У Стивена Кинга вообще хуево туча книг, и, как я узнал уже потом, впоследствии, когда начал читать за поем все его романы и повести, он является не только мастером ужасов, но и пишет достаточно годные антиутопии. И именно в жанре антиутопии и написано. Книга «Долгая прогулка». Недалекое будущее. Миром правят деньги и корпорации. А самое популярное и страшное телешоу в стране называется… Нет, не «Дом-2». Оно называется, как вы догадались, наверное, уже «Долгая прогулка». Заключается это шоу в том, что просто собираются 100 человек и начинают идти. Идти, идти, идти. И им нельзя останавливаться. Того, кто останавливается больше, чем на 30 секунд, убивают. Победитель только один. Я не знаю, что было создано первее. Это книга или фильм «Загнанных лошадей убивают», но суть там одна. Если кто-нибудь из них упадет, у него есть 10 секунд на то, чтобы подняться. Только 10 секунд. Они должны идти спортивным шагом. Читая книгу, мы погружаемся в мрачную, безысходную атмосферу вот этого соревнования, которое почти невозможно выиграть. А то, как Кинг описывает ощущение главного героя во время вот этой долгой прогулки, явно дает нам понять, что сам автор тоже в какой-то мере, наверное, участвовал в похожих соревнованиях. Нет, нет, я что несу. Не участвовал он в похожих соревнованиях, но он как бы тоже имел такой опыт прогулки на сверхдальнюю дистанцию. Несмотря на то, что весь сюжет книги можно пересказать буквально двумя строками, что, собственно, я только что и сделал. Читается она очень легко и вполне может быть прочитана за поем за один раз. Прочитайте, очень интересно. Стивен Кинг «Долгая прогулка». Матвич рекомендует. И следующая номинация – это «Песня недели». И вот этот участок видео должен был бы рассказывать про «Песню недели», которую я недавно услышал и которая мне очень понравилась. Но его не будет. А знаете почему? Потому что эта песня жанра регги. И там в тексте иногда проскальзывает некое вещество, которое называется словом, которое начинается на Мари и заканчивается на Хуана. Я уже снял это, смонтировал, вставил в видео, но потом узнал, что в Пензе девушку, которая сфотографировалась в Инстаграме, в носках с изображением этого славного растения, внимание, оштрафовали на 4 тысячи рублей за пропаганду наркотиков. Ну блин, что тут можно сказать? Я люблю эту страну. Здесь есть правосудие. И я сейчас не буду ставить под сомнение, думаю, и так всем ясен, уровень адекватности этого пензенского судьи. Но я не знаю, насколько адекватны судьи в моем городе, административка мне нафиг не уперлась, и лишних денег на штрафы у меня тоже нет. Поэтому, извините, «Песня неделя» отменяется. Вот так вот. Все вопросы к судье из Пензы. А мы идем дальше. Я уверен, многие из вас смотрели эту замечательную картину Стивена Спилберга. И вы вполне логично можете меня сейчас спросить. А какого это хрена ты рекомендуешь шедевральный фильм, про который и так все знают? Но я вас уверяю, знают про него далеко не все. Есть просто до тучи людей, которые не знают ни про этот фильм, ни про другие классные фильмы. Например, моя любимая супруга, она не смотрела такие фильмы, про которые я думал, что, ну, блин, ну их смотрели все, все, все. Вот, ну, бомжа, возьми на вокзале и спроси, ты смотрел «Терминатор»? Он скажет, да. А моя жена вот про фильм «Терминатор» не знала, и про фильм «Терминал» не знала. Как она вообще жила со всем этим? Она не смотрела ни «Терминатора», ни «Побег из Шушенка», ни «В бой идут одни старики». И еще тучу, тучу, тучу других фильмов классных. Это я к тому, что если вы не смотрели фильм «Терминал», то обязательно посмотрите. А если смотрели... Что ж, хороший фильм стоит пересмотреть еще раз. И получить от этого, я уверяю вас, не меньше удовольствия, чем от первого просмотра. В фильме рассказывается история наивного и доброго жителя вымышленной стороны Кракозия. В силу внешних обстоятельств вынужденного жить в терминале аэропорта. Не потому, что он какой-то там сумасшедший или бомж, а просто в силу того, что в его стране революция, паспорт недействителен, в Америку его выпустить не могут, и обратно отправить тоже нет возможности. Очень легкий и добрый фильм, как бы говорящий нам о том, что какие бы сложности в жизни ни возникали, не стоит унывать. Не нужно терять доброту и веру в людей, и что рано или поздно все наладится. Господи. Мне кажется, последняя фраза была настолько мимимишной и оптимистичной, что я сейчас блевану радугой. Кстати, когда я готовил сценарий... Да, вся хрень, которую я тут несу, по сценарию. Так вот, когда я готовил сценарий, я узнал один занятный факт про этот фильм. Оказывается, он частично основан на реальных событиях. Действительно, был такой человек, Мехрам Карими Нассири. Нассири, блин. Это иранский беженец, который из-за утери документов прожил в французском аэропорту Шарля де Голля, внимание, 18 лет. С 88 года по 2006. Очень странный чувак, вы не находите? Том Хэнкс явно посимпатичнее. Ходят слухи, что создатели картины выкупили у этого беженца права на экранизацию за 250 тысяч баксов. Короче, Матвич рекомендует на этой неделе посмотреть фильм «Терминал». Так, фильм у нас был, про книгу рассказал, про песню рассказал, вроде бы все. Нет, не все. Не спешите вырубать видео, ребятки, мне тут в голову пришло еще кое-что. Навык недели. Да, почему нет? Чем навык хуже того же фильма или книги? Да и хронометражу видео потянуть не мешало бы. Навык недели – слепая печать на клавиатуре. Это настолько полезное умение, что я удивляюсь, почему его сейчас, в 2020 году, до сих пор не преподают в школах, наравне с прописью и русским языком и литературой и математикой. Мне, например, в силу своей трудовой деятельности на работе приходится вести огромное количество переписок по электронной почте. И не только мне, я уверен, подавляющее большинство такого же офисного планктона, как я, также пишут очень много электронных писем. На клавиатуре я набираю текст примерно в 500 раз чаще, чем пишу его от руки на бумаге. Если честно, я даже не помню, когда последний раз писал какой-либо текст на бумаге. Я боюсь даже представить, сколько времени я бы терял каждый день, изо дня в день на работе, если бы не умел вслепую достаточно быстро набирать текст на клавиатуре. А печатал бы одним или двумя пальцами, каждый раз выискивая нужную букву, а время, как известно, деньги. Поэтому в наше время навык быстрого слепого набора текста на клавиатуре является не менее важной компетенцией, как знание иностранного языка, например. Так как же быстро научиться печатать текст на клавиатуре? Можно, конечно, записаться на какие-нибудь курсы, скачать какую-нибудь специальную программу. Но я категорически рекомендую посетить сайт проекта Клава Гонки. На этом сайте абсолютно бесплатно в игровой форме можно научиться быстро и без ошибок печатать текст на клавиатуре. Можно просто соревноваться с другими игроками, набирая текст на скорость. Можно выполнять упражнения, созданные топовыми клавагонщиками. А можно закачать на сайт книгу и набирать текст из этой книги, постепенно прокачивая свои навыки. Лично у меня ушло где-то месяца два, чтобы научиться набирать текст вслепую с достаточно неплохой скоростью. Вот, например, сейчас я смотрю в камеру и набираю текст полностью вслепую. Это помогает мне не только в работе, но и в написании сценариев к видео. Иногда мысли из головы просто потоком льются и их необходимо успеть записать, не отвлекаясь на поиск нужной буквы на клавиатуре. Так что если ты тоже снимаешь видео и пишешь сценарии, то очень рекомендую посетить сайт Клава Гонки и научиться уже быстро печатать. Я знаю, что последняя моя штука недели звучит как какая-то рекламная интеграция, но это не так. Я действительно от чистого сердца это рекомендую. Взял бы у них денег и отрекламировал, но, ребят, 50 подписчиков. Нахрен кому сдалась моя реклама? Ну а с вами был Матвич. Увидимся в скором времени, если я не сдохну от переутомления. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok